Ключи от арендных квартир в преддверии дня столицы выдали нуждающимся семьям в Шимкенте. Жилье получат 90 многодетных семей. Кроме того, в городе открыли для проезда улицы. Анастасия Новиков расскажет подробнее. Ключи от просторных квартир вручили жительницам Шимкента, которые обладают подвеской Алтын-Алкам. В новые квартиры, которые предоставляют на праве аренды, въедут 90 многодетных семей. Гуляем Жапаркулова стоит в очереди с 2015 года. У женщины пятеро детей. Говорит, ждали любую поддержку от государства. Я очень рада. Дали трехкомнатную квартиру сегодня. Качество очень хорошее. До этого мы жили в микрорайоне Север. В арендное жилье платили 60 тысяч. За арендное жилье, в зависимости от площади квартиры, семьи будут платить от 6 до 10 тысяч тенге в месяц. Квартиры предоставляются очередникам – многодетным семьям, детям-сиротам, работающим молодежи, без права выкупа. В микрорайоне Туран завершено строительство пяти многоэтажных жилых домов. До конца года арендным жильем планируют обеспечить 1605 семей. А еще в городе открыли движение по улице Адербекова. Самая главная задача перед нами стоит – это расширение данной улицы. Это, если вы помните, до этого 7 метров было, мы расширяем на 15 метров. Это главная задача. Но, к сожалению, до этого, несмотря на генеральный план, конечно, здесь были тесно построены дома. Но где возможно, будем улучшать ситуацию. Улица Адербекова растянулась почти на 4 километра. По проекту здесь теперь будет четырехполосное движение. Предусмотрены ирригационная система, зеленая зона, тротуары и освещение. Реконструкцию улицы планируется завершить в следующем году. Открыли для проезда и продолжения проспекта Кунаева. Уже построили железную дорогу и надземный пешеходный переход.